Здравствуйте! Меня зовут Альберт Жильцов, я креативный продюсер проекта Калибр. В рубрике «Прямая связь» пришел ответить на вопросы. Но вопросы не конкретные, поскольку там шумно очень в социальных сетях, и не просто голос разума услышать, а какие-то такие общие, как дела и что происходит. Самая первая и самая важная и самая большая для меня новость – мы запустились. 27-го числа мы открыли доступ, произвели миграцию, перенос, соответственно, аккаунтов, начисления, открыли сервера, открыли техническую поддержку и многие другие вещи сделали. Большое спасибо команде, прежде всего, за то, что вы способны совершать такие крутые маневры с такими перегрузками. Это здорово, здорово, что запуск ММО – это всегда такой аддок легкий. И круто, что вы в это время остались дружным коллективом и профессиональными специалистами. Спасибо. Спасибо игрокам, естественно, потому что вам-то это все еще сложнее, значит, воспринимать. Но вы поймите, что когда мы увидели после запуска, что игроки пришли, и их много, и то, что вам интересен оказался проект, не просто, что вы его заметили, а что вы готовы, даже несмотря на какие-то трудности, прийти, то это вдохновляет. Естественно, сразу же ты начинаешь заботиться о тех, кто пришел играть, и мотивация делать все хорошо возрастает. Поэтому большое вам спасибо за это. Значит, мы так торопились, естественно, вам что-то отдать, потому что целую неделю тут стоял крик, что такое, у меня все украли, верните мне это немедленно, что запуск прошел непросто. Но он не мог пройти просто, потому что запуск такой сложной системы, как игровой кластер и все остальное – это, в принципе, довольно сложная задача. Но в нашем случае все, что могло пойти не так, все шло не так. Вместе с провайдером довольно долго мы работали, практически вся эта неделя ушла на то, чтобы найти основные проблемы, их исправить. На данный момент количество сообщений об ошибках работы серверов, оно снизилось, поэтому надеемся, что буквально в ближайшие дни мы стабилизируем работу серверов полностью. Первые 48 часов там, конечно, был цирк, когда наша же система наказания за покидание боя наказывала всех игроков, потому что мы же заставляли их покидать бой. В общем, первые 48 часов были незабываемы, ради этого и стоит запускать ММО, чтобы убедиться, что какие-то небольшие логические несостыковки могут приводить к таким большим последствиям. Поэтому номер один сейчас для нас, собственно, для команды, это стабилизация результата на игровом кластере, чтобы все работало хорошо, чтобы прежде всего не было никаких проблем с доступом к игре. Ну и, естественно, никуда не делись наши планы, они у нас были, уже скоро стартует Battle Pass, дальше еще разные ивенты нами придуманы и разные события, но главный приоритет это, чтобы игра стабильно работала и в нее можно было играть. Так, что еще? Естественно, что абсолютно точно, на 100% у нас не было ни единого шанса перенести такое большое количество информации с одной системы хранения данных в другую систему хранения данных, вместе с тем, чтобы обеспечить еще доступ к игре, скачку, лончер, огромное количество разного софта, который мы написали, поэтому при миграции точно совершенно есть какие-то проблемы. То есть, кто-то из игроков там не нашел что-то, что считает, что ему должно быть начислено, вообще есть проблемы с этим самым лончером, что-то не скачивается, не устанавливается, весь этот софт абсолютно новый, написан нами с нуля, поэтому, естественно, что он может работать со сбоями. Для этого мы открыли техподдержку, вы туда пишете, там огромное количество сообщений, соответственно, мы будем развивать техподдержку, пока это совсем небольшое количество людей, им сейчас сложно, поэтому они отвечают уже с некоторой задержкой, тут прошу с пониманием, потому что вопросы иногда заковыристые, да, еще надо ваш эмоциональный текст прочитать, потому что вы же там с эмоцией пишете, куда мои 200 голды делись там, или где мой курт, а все это надо прочитать и осознать. Поэтому просьба очень большая ко всем, кто пишет техническую поддержку, пожалуйста, ознакомьтесь с вопросами, ответы на которые мы уже написали на сайте, факт так называемый, поэтому почитайте его, пожалуйста, может вам не нужно беспокоить живых людей из технической поддержки, и на ваши вопросы мы уже ответили. Вы бы очень сильно в этом смысле нам помогли, потому что у аудитории, среди аудитории есть ребята, у которых действительно, ну как бы настоящие проблемы, которые требуют внимания и технической поддержки. Так, а вот все, значит, это вот недовольство, которое есть новой прокачкой или новыми механиками, писать в тех поддержку не надо, вам там не помогут, они тут совершенно ни при чем. Вот, если у вас проблемы там часового пояса, как мы сейчас выяснили, то вот они вам помогут сделать так, чтобы клиент там быстрее логинился или еще что-то делал. А вот с прокачкой они здесь ни при чем. Недовольство игроков я понимаю чем, потому что был предыдущий год оперирования, и игрокам тяжело принимать новые правила игры, но они неизбежные, потому что мы проанализировали наш опыт за 2020 год, и, соответственно, экономика проекта должна быть такой. Цель замерить прокачку перед нами стояла, мы себе такую цель ставили, и вопрос был только при помощи чего мы это сделаем, мы выбрали вот эту логику с материалами, поэтому мы должны были это сделать и сделали бы. Что не отменяет того, что внутри экономики могут быть проблемы, потому что, я уже вам говорил, экономика это очень сложная система, в которой ошибки неизбежны. Так, в частности, у нас сейчас есть мнение, что доходность према, там, например, легендарных скинов нужно поднимать, потому что кое-где мы могли просто обсчитаться, и вы минусите по экономике, как игроки, а минусить ни в коем случае не должны. То есть, цель сделать экономику, в которой вы не можете играть полный цикл, да, кроме материалов, и которые ставят вам препятствия, у нас не было. Да, поэтому любое препятствие на этом пути нужно просто будет исправить, мы этим будем заниматься и будем держать вас в курсе через социальные сети. Только очень вас прошу поменьше эмоций в социальных сетях, потому что мы там с вами планируем контактировать, рассказывать вам какую-то важную информацию. Если вы позволите, ну, как бы, кричащей части сообщества заполонить эти самые социальные сети, то информацию от нас будет получать сложнее, и нам, и вам это будет неудобно. Еще раз большое спасибо и команде, которая совершила этот маневр, и игрокам, которые вернулись играть. Работаем дальше. Продолжение следует...